Здравствуйте! Вот, пожалуйста, гости, покажите их сегодня, которые здесь присутствуют. Ну, повод такой вообще очень хороший. У них недавно состоялась одна премьера и вторая премьера. А руководитель их и театра «Дарунок неба», а может быть, рано еще? Ну, хорошо. Ну, хорошо, тогда будем говорить откровенно. С самого начала. Кроме «Дарунка неба», которым руководит Виктор Смирнов, это детский театр чтецов, появился еще один театр, который называется «Втык». Как это случилось? Как, Виктор, вы к этому пришли? Ой, ну, наверное, мы вместе к этому пришли. Просто появилось желание. Есть желание и у меня ставить спектакли. Я уже говорил в интервью ранее, что я был болен этой пьесой 6 лет. Появились прекрасные девушки, которые, может быть, в спектаклях смогли сыграть непрекрасных людей, зато с прекрасной душой. И вот как-то оно закрутилось. Знаете, как я говорю, спектакль – это как ребенок. Он появляется от любви. Вот появилась любовь к пьесе, к ролям у всех сидящих и которых нет здесь актеров. Я влюблен был в эту пьесу. Ну, все вместе занялись, скажем так, одним любимым делом. И вот такой плод любви этот спектакль, он и получился. Вот давайте представьте участников этого спектакля. Это не все, а вот которые сейчас присутствуют. Главная героиня спектакля, которая сыграла Регину Маника Гучик. Еще одна главная героиня, которая была Анастасия. Тот человек, который говорит обо всех этих событиях от автора – это Оксана Шевченко. И из трех медсестер самая добрая Вера Надежда Малахова. А почему решили ставить этот спектакль, примеру, показать в кукольном театре? Знаете, ну, во-первых, хотелось профессиональную сцену. Потому что, как бы, технический спектакль непростой. А во-вторых, хотелось камерный зал небольшой. Ну, потому что для ребят это первый опыт, наверное. Для них это действительно первый опыт работы на профессиональной сцене со зрителем. И внутренне, как бы хотелось, чтобы это произошло душевно. А для меня ассоциация душевная – это всегда такая маленькая компания уютная, где можно посидеть, поговорить, где нет много людей. И мне кажется, что именно в Театре кукол вот эта душевность, вот это общение артист-зритель было настолько гармонично. И в унисон, то есть то, чего мы хотели, мы смогли добиться именно вот в таком камерном зале. Ну, телевидение тоже принимало участие, в какое-то маленькое участие подготовки не в спектакле, а в проекте. Вот. И была вот до этого передача, где не эти исполнители были, а другие, это еще передача была перед премьерой. Мы эту передачу показали, вы пообещали, что вы вот-вот покажете премьеру. И мы смонтировали, наша режиссер монтажа Юля Заяц смонтировала и ту передачу, и спектакль, который мы уже сняли, то есть мы взяли отрывок. И сейчас давайте это все посмотрим, а потом продолжим разговор. Хорошо? Проблема актуальна сегодня, и она давно актуальна. Возможно, нельзя сказать, что она не решается на каком-то государственном уровне. Скорее всего, к ней неправильные подходы, неправильное решение. Вот есть вот вариант решения вот только такой у государства, а вот варианты, как можно решить это по-другому, вот как раз предлагают вот эти люди. Вот Олег, Елена, вот они показывают, что можно сделать. Потому что, по моему личному убеждению, эти люди, ну, я считаю, что бродяжничество, это еще и своего рода диагноз. Слышишь, кобыла? Вы не смеете так разговаривать с пациентами. Выдите отсюда, я вам говорю. Добренькая какая нашлась. А ты вот возьми ее к себе домой, и пусть она поживет у тебя хотя бы то время, пока швы не заживут. А? Что, слабо? Или вот, саки-сраки вот эти, возьми ее, да постирай. Все вы мастаки говорите. Но ведь это же ваша работа, и вы ее почему-то выбрали. Бог ведь один для всех, и все вы равны перед ним. А, ты о Боге вспомнила? Отчего ж твой Бог-то квартиру у нее забрал, а? Или где он был, когда ее месячную мать родная на кладбище выбросила, а? Я у тебя спрашиваю, где он был, твой Бог? Или когда ее в детском доме били, всем, кому не попадя. Где он был, Бог-то твой, а? Все вы мастаки говорите. Пусть я грубая, пусть я злая, но только не от хорошей же жизни. Муж у меня алкаш, за ним глаз да глаз нужен. Сюда прихожу, тут эти ангелы. А у меня сердце кровью обливается, глядя на них. Потому что, ну, ничего я сделать не могу, ничего. Правительство бы наше сюда. Пусть бы полежали с ними вместе в общей палате. Поели бы то, что они жрут. Вот тогда, может быть, что-то изменилось в нашем обществе. А так, все мы мастаки говорили. Для бомжей рай и зимой попасть в больницу. Потому что не мерзнуть, не есть что покушать и так далее. Левинка, а правда, что тебя на кладбище нашли? Правда. Шла бабка старая по лесу, на замку дров несла. Слышит крик детской смоилки. Она дрова кинула и бегом, а там я лишь надрываюсь. Не месяц, наверное, был. Она меня все взяла, маненечка подержала, да в детдом сдала. И то нехорошо было. Там няня была. Бога верила и меня получила. Боже, мгарегиночка, он всех любит, обо всех заботится, говорила. Как бы тяжело тебе не было, верье мое, Что он посылает столько испытаний человеку, Сколько тот выдержать может. Вот всю жизнь уверен, Что когда-нибудь он посмотрит на меня, бедно, и скажет. Все, доченька, все испытания ты выдержала, А теперь свободна ты и счастлива, И все у тебя есть, и дом, и семья. Все есть. А семья у вас есть? А как же? У каждого человека семья есть, и у меня была. Закончила я школу, значит, в автобусе. Был 17 лет тогда, а там парень едет, красивый такой, на еврея похожий, Смотрит на меня, смотрит и говорит, Девушка, а не подскажете, который час? А я ему бойко так отвечаю, Куда у меня часы и мелок, Я же я дедомовская. Отойдет, думаю. А дедомских боялись, Очень за себя постоять могли. А он не отходит, Выше след за мной и говорит, Пойдем, я тебя с мамой познакомлю. Эй, пошла. Пока до дома дошли, Насказал он мне, Что женат был и дети были. Жена его гадина изменила ему, Чем жалеет, И нас возгла дает. А так-то мы всю жизнь и продолжили взрослась. Официально-то он на ней был женат до самой смерти. А мужке хорошо, что ночь моя померла. А вот так. Взяла и померла в семнадцать лет от рака крови. За неделю сгорела. Сначала свекров ушла, Потом Алинка моя, Потом Димка от рака крови. Все в рай пошли, А у меня рай на земле начался. И не жила, и не умирала, Димкина жена права на квартиру заявила, И по закону квартира ей досталась. А мне куда, ё-моё? Вот так на улице и оказалась. И пять лет уж так маялся. Летом еще куда не шло, А зимой полная хрень. Все, все спать давай, Тут завтра-то день, Боже, с утра придет, Радость не представляет. А где же тот, о боже, Кому я всем дороже? А где же тот, Что тоже ждет Спешных навстречу тоже? Хоть может он полынщик, Поможет быть гординщик, А только мне, Боже, Судьбы разные. Там люди, которые и с высшим образованием, И художники, И архитекторы, И вот, как говорится, Действительно, Никогда не зарекайся, Что у тебя все хорошо сегодня, И ты живешь в своей коробке, И все круто. Потому что время такое, Как одни остались, Потому что кто-то обманул, Другой там парень рассказывал ситуацию, Что когда была драка, Посадили в тюрьму, Вышел, Оказался без крова вообще, То есть на улице. И такие судьбы, И когда вникаешь в это все, И понимаешь то, Что ты делаешь, А другой вообще говорит, Ты знаешь, Оксана, Я прихожу не потому, Что я кушать хочу, Я говорю, А чего вы приходите тогда? Он говорит, У вас такая атмосфера, Мне так хорошо, Можно я хоть поговорю с вами? И бывает полчаса, Я говорю, Боже, клонируйте меня, Один тянет туда, Дай поговорить, Другой туда, И даже не за хлебом, Просто, Можно я поговорю, Мне легче, Мне легче становится. И понимаешь, Что это нужно, Это не просто дать хлебом, Как Бог говорит, Не единым хлебом будет жив человек, Иногда слово, Оно помогает больше, Чем хлеб, Иногда какое-то доброе, Хорошее, Такое расположение к человеку, Оно поднимает его. Так, то, Что, как меня зовут туда, Лампочки, А вот то, Что, Куда не придешь на работу устраиваться, Сколько лет? 57. Оставьте телефон, Может позвоним. Я говорю, Так, а нафиг его тогда и оставлять, Если может быть позвонить. Я говорю, Верховная Рада, Запретила возрастную дискриминацию, С чем мы вас и поздравляем. И все разговоры? Да. А погодите. А в принципе, В принципе, Слесарь, Монтажник, Шестого разряда, Минмонтаж спецстроя работал. Так. А сейчас, Где какая стройка? Нет уже ни черта. Все, В загоне. И есть документы, Есть паспорт. Да, Все. И жилье есть, Есть, Газ обрезали за долги. Так, В общем, Жесть. Жесть, Как говорится, Хоть держись. Когда к личности говоришь, Личность, Ну, Как бы, Уважение даешь, И то, Что не безразличны, Они нам, Они это чувствуют. Они откликаются, Они веруют на это тоже. Потому что, чаще всего, Когда они ходят, Их или не замечают, Или брезгливо относятся. Ну, смотрите, Вот сейчас, Ситуация общества, Вот я, Пронаблюдал такой момент, Я давно этой пьесой был, Как я всегда шучу, Говорю, Я беременный хожу. Я давно этой пьесой был беременный, Но у меня, наверное, Последней каплей было, Это сообщение в новостях, По-моему, Один плюс один, И не помню о том, Что дети убили бомжей, Подростки. Вот издевались, И просто убили. Понимаете, То есть, Это значит, Мы сегодня в обществе, Мы закладываем к своим детям Отношение к этим людям такое, Что это не люди. Мы сегодня поднимаем тему, Что у нас бездомные собаки. Это замечательно, Это нужно поднимать. Да, они кусают людей, Мы потом прокалываем 40 дней уколы. Но скажите мне, А вот этот слой населения, А разве они не являются Еще большими переносчиками заболеваний? Туберкулез, Педикулез, Желтуха, Да, Скажем, Мы почему-то не обращаем. Было бы здорово, Если бы мы могли, Не то что их контролировать, Но хотя бы место, Где мы могли бы хотя бы, Ну, знать об этой ситуации, Кто, что, И какую-то элементарную, Возможно, Помощь оказывать. Таким же образом, Защищая и себя, И своих детей. Но самое главное, Вот правильно девочки сказали, Нужно им понять, Дать, что они тоже личности. Что несмотря ни на что, Все мы, Да, кто из нас не без греха, Да, кто из нас не падал, И не поднимался. Хорошо, что там у кого-то Есть дома семья, Не поддерживают тяжелый момент. А как правило, У этих людей, Они оставались один на один С проблемами. И они ломались. Это безысходность. Но часто сломанное Можно опять приживить, И оно будет расти дальше. И очень много там таких судеб, Когда мы должны вот помочь их И поддержать, Сказать, Что вы все равно значимы. Ну, самая ранимая часть, Я всегда говорю, Самая ударная часть ранимая, Это интеллигенция. Говорим, художники, Архитекторы, Это часто непонятые люди, Часто люди не готовые К реалиям жизни, К таким вот. Что ты понимаешь, Соплячка? Ты не знаешь, Что такое мерзный Двадцатиградусный мороз Ночью в сарае? Ты не знаешь, Что такое подыхать на нарах, Корчася от боли в спине, И ни одна сука Не придет пожалеть тебя? Что ты вообще знаешь Об этой жизни? Небось и милостыню подавала Со словами На водку не трать! Подавала? Говори, подавала! Подавала! И говорила, Чтоб не на водку. Откуда я знала, Что водку вы пьете, Чтоб не замерзнуть, А не на удовольствие? Ладно, мир моя, Что я цепляюсь? Просто Гарька, Мой единственный родной человек На этой земле. Суспільство сьогодні Збуджено Багато дійсно Негативу І мені сподобались Дуже Самі промови акторів Про, скажімо так, Промови про те, Що давайте більше любити Один одного. Тобто, по суті, Драма дійсно Видалася, Тому що Багато сльоз, Багато, можна сказати, Таких переживань, Але і позитив в тому, Що є призив Є призив до любові До ближнього І це головне. Цього дійсно Сьогодні не вистачає Ні в суспільстві, Ні в родинах, Ні в якихсь колективах, А нема поваги Один до одного, Нема розуміння Свого, Чого ти прийшов на цей світ. І сьогодні багато Відповідей було, я думаю, І хтось для себе задумався, Хтось для себе зрозумів, Що йде правильним шляхом. Мені дуже сподобалось Цей проєкт, я вважаю, Він на гідному рівні зроблений. Оптиміст по житті, В принципі, як і я. Бомж-оптиміст. Да, бомж-оптиміст. Я завжди дивлюся, Ну, як би, С надєждою, Як жінка говорила, Є надєжда, Я завжди надєюсь на ліше. Як моя головна, Не головна, Ну, в общем, Така героиня Галія її зовуть. Ага. Она подруга Главной героини Регинки. І она така, Она всегда поєт пісні, Она всегда Водушевленна. Ну, она, Она більше даже не оптимістка, А реалістка, да? Там, хрена, ніки віне пенсію дадуть. Она смотрит на вещи реально. Пенсію-то здесь получаю? Добиваюсь, Ещё не получаю. А пока приїжджали, Все предприятия закрыты, Аннулированы. І все. А на роботу, да, не беруть. У вас паспорт є? Потеряла. Тоже с этими переїздами Документы все потеряла. Или украли, я не знаю. Я учить никого не буду, Потому що у каждого своя, Своя жизнь. Попадаєш не от того, Що ти такой. Потому що є такі ситуація, Кода, знаєте, Оттурюмець і ми, Не зарекайся. Поєтому і таке діло. Такой же, як і ти. Сьогодні він упав, Завтра він підніметься. Ми не знаємо, що буде. Але ми должны уважати в каждому. Рождений людина, він для чого-то рождений. Не нам решати, Кокає у нього мисія. Тому ми должны в це ценить І вкладати в наших дітей. І краще їх привлекати, Чтоб вони також участвували В тому, що ми робимо. І для них це вже стане реальністю І естественним. Я через місяць, через 2 недели, Не важливо, Виберусь з цієї ерунди. Просто викуплю, Найду паспорт і так далі. Тристосі цігене. Все. Щоб зробити паспорт новий. Я не знайду. А зимой зовсім вже плохо. Звісно, плохо. Ми живучі. Ну да, а що ж делать? Не помирайся ж? Живучі. Девочки, приймайте пополнення. Свято місто пусто не бывает. Ритинка, вставай. Нашла царка твоя дедная. Що с ней? Она жива? Жива, жива. Ви бомжи живучі. Ну, я зварозила. Ампутирували по пятку. Жень бувить. Ну а вы? На выход. Муж приїхав. Діти с ним. Прости, моя дитя. Регина, я найду вас. Обязательно найду. Не Регина я больше. Слышала? Меня Светкой зовут. Запомни. Повтори. Ну ладно, пусть будет Светка. Не ну ладно. А Светка, повтори. Хорошо. Света. Не Света, а Светка. Света, это Света в моей жизни. Его мало было. А Светка, это Светки. Понимаешь, оторвался листок Светки и летит себе по ветру. Не найдеш ты меня, белый дед. Мы выживаем. Мы долго не живем. Теперь-то уж я не одна. В приют поедем. Да, Маля? Иди, как выхожу. Вот увидишь, девочка моя. У меня вывелись слова. В приемном отделении ждал муж. Он довел меня на машину. Несколько недель я не выходила из зоны. Что стало среди на Светка? Я иногда ее душу не видела. Раз и что однажды, через пару лет, когда мы хоронили отца моего мужа, у одной могилки, недалеко от нашей, сидели две женщины. Одна из которых была помладше, находилась в аварийной корязке. Вторая постарше была вязаной в шахту. Светка! Крикнула, я и бросилась к ней. Паша, Это была не Светлана. Где ты сейчас? Я всегда молюсь и верю, что ты наконец нашла рай в земле этой грешни. Я влевала за дом на сиборище счастье. Что это вышла с твоей мать. Прости, Маля. Прости. Ну, после премьеры, вот у меня и сейчас это чувство появилось, дорогие мои участники этого спектакля, участники этого проекта, как сейчас говорят. Искушенный зритель смотрел премьеру. Искушенный. Бомонд наш, Николаевский. Люди, которые знают, понимают и чувствуют, что вы показали. И у них были слезы. И у меня были, между прочим. Трудно сдержать. Даже в моем возрасте, должен вам сказать. Но вы так сделали. Может быть, от того, что... От того, что вы, когда репетировали и играли этот спектакль, ставили себя на их место. Не правда ли, а, Маника? Ну, правда. Тяжело. Сейчас посмотрела, вообще подкатила. Правда. Ну, для меня лично я прожила эту роль. И каждый раз, ну, там, на репетициях, я на репетициях поначалу вылаживалась, потом сказала, не могу, просто, ну, тяжело, приходя домой, потом руки, ноги трусятся. И вот мы вышли на премьеру, и повторно. И для меня это, я каждый раз, как бы, я проживаю. И очень тяжело, я очень тяжело отхожу потом, потому что, вот, для меня это не просто роль, а это действительно, вот, жизнь. Я действительно, ну, вот, я ее проживаю, для меня это. Ой, сейчас посмотрела, вообще я не могу. Даже сейчас, смотря на себя со стороны, все равно для меня это, это не просто роль, а это действительно судьба человеческая. Мамика, вы уже, у вас есть театральный опыт или нет? Нет. Вот первый раз, да? Первый раз. А кто вы, по профессии, кто вы? Я по профессии. Где вы живете? Ну, живу в Николаеве на репетиции, для меня каждая репетиция, это 6 часов жизни, 2 часа добираться до Воскресенства туда, 2 назад, 2 часа репетиции, я много отдала этому проекту, я считаю. По образованию я учитель начальных классов. Ну, я сейчас не работаю, у меня главный мой ученик дома, ребенок. Понятно, понятно. Оксана, кто следующий? Говорите. Что? Что вы, впечатления, впечатления? Вопрос. Я не буду без вопроса. Ну, что вы, о чем вы сейчас думаете? Сейчас, так смотрю со стороны, такое впечатление, что-то, как бы, действительно спектакль, как будто бы это не я. Действительно спектакль, да? Это не я. Художественное произведение, да? Вот так вот, да? А что касается, как мы входили в роль, вот я бегом бежала на репетицию, мне было интересно, я с таким подъемом бежала, потом прихожу с репетицией, вот я заметила один вечер, второй, третий, у меня плохое настроение вечером, я не могла понять, в чем проблема. Потом, оказывается, это у меня вот последствия репетиции, последствия вхождения в роль вот этой ситуации, которую мы репетировали, обыгрывали, как бы, ну, я считаю, что цель оправдывает средства. Ну, ваше впечатление сейчас, что вы скажете? До сих пор не верится, что это все произошло, да? Да, произошло, да. Что мы это все сделали, все это было сразу, ну, не думали, что так оно все закрутится, что Виктор Николаевич такой, так нас вытянет. Вытянет это все, мы первый раз это все в жизни. Ну, это, получается, у вас у всех первый раз, да? Да, у всех. Ну, у меня так... Мы начинали с зрителями на репетиции у наших детей. Ах, вот, Даруна Кнева, это продолжение. Нонсенс, да? У нас наоборот. Да, наоборот. Виктор, вот минута осталась, да? Давайте красиво закончите эту передачу, чтобы мне уже потом и нечего было говорить. Знаете, главное, наверное, верить. Я, допустим, верил в них. Когда-то мне один профессор сказал театрального искусства, что я, ну, одна, ну, хорошая моя такая черта, что я вижу, какой человек, что может сыграть, и обычно я угадываю. Я благодарю Бога, что я опять в очередной раз угадал, и действительно, я не представляю себе даже поменять их местами. И, да, возможно, они не верили в этот спектакль настолько, насколько верил его я, и замахнулся на театр кукол, и замахнулся, посмел, набрался наглости пригласить Неволова профессора, да, из Киева, театроведа. Я надеюсь, это не последний проект, я надеюсь, что эти люди покажут себя, пусть даже не в театре, в жизни. Я знаю, что каждый из них вынес какой-то свой ценный урок. И этот урок, будет ли он связан с искусством, или будет ли он связан с отношением в жизни, это одна женщина сказала, я теперь всегда буду давать деньги бомжам, и не буду говорить, что не на водку. Пусть бьют, особенно зимой. Потому что, помните, да, что на водку не трать давала. Вот, понимаете, люди сделали выводы, и для меня, вот, то есть, цель оправдывает средства, цель достигнута. Мы донесли. И люди выходят, мы вот уже играли еще раз, выходят с полным воспри... Ну вот, меняют восприятие бомжей совершенно к другому. То есть, как режиссер Новорожденного театра в «Тык», как дебют актеров, мы это сделали, мы тронули сердца, результат достигнут, нужно достигать новых результатов в следующем проекте. Ну, Виктория Викторовна Москаленко объявила, вот, на втором спектакле, что она хочет, и она будет поддерживать этот проект, как глава облсовета, чтобы его как можно больше в Николаевской области, именно в Витовском районе, просмотрело людей. Вот давайте я вам от всех телезрителей пожелаю, чтобы вот этот хорошо случившийся проект, чтобы этот проект как можно большего видеонароду, с премьерой вас, с рождением нового театра, спасибо вам, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...